Книга пророка Исаии Не бойся, ибо не будешь постыжена, Не смущайся, ибо не будешь в поругании, Ты забудешь посрамление юности Твоей, И не будешь более вспоминать о бесславии вдовства Твоего, Ибо Твой Творец есть супруг Твой, Господь Саваоф, имя Его, И Искупитель Твой, Святый Израилев. Богом всей земли назовется Он, Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает Тебя Господь, И как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог Твой. На малое время я оставил Тебя, но с великою милостью воспряму Тебя. В жару гнева я сокрыл от Тебя лице мое на время, Но вечную милостью помилую Тебя, говорит Искупитель Твой, Господь. Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, Так поклялся не гневаться на Тебя и не укорять Тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от Тебя, И завет мира моего не поколеблется, говорит милующий Тебя, Господь. Бедная, бросаемая бурью, безутешная, Вот я положу камни Твои на рубине, И сделаю основание Твое из сапфиров, И сделаю окна Твои из рубинов, И ворота Твои из жемчужин, И всю ограду Твою из драгоценных камней, И все сыновья Твои будут научены Господом, И великий мир будет у сыновей Твоих. Ты утвердишься правдою, Будешь далека от угнетения, Ибо Тебе бояться нечего, И от ужаса, ибо Он не приблизится к Тебе. Первое послание к Тимофею Святого апостола Павла Глава первая, стихи с первого по одиннадцатый Павел, апостол Иисуса Христа, По повелению Бога, Спасителя нашего, И Господа Иисуса Христа, Надежды нашей, Тимофею, Истинному Сыну в вере, Благодать, милость, Мир от Бога, Отца нашего, И Христа Иисуса, Господа нашего. Отходя в Македонию, Я просил Тебя прибыть в Эфесе И увещевать некоторых, Чтобы они не учили иному, И не занимались баснями И родословиями бесконечными, Которые производят больше споры, Нежели Божие назидание в вере. Цель же увещевания Есть любовь от чистого сердца И доброй совести, И нелицемерной веры, Отчего, отступив, Некоторые уклонились в устословие, Желая быть законаучителями, Но не разумея ни того, о чем говорят, Ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, Если кто законно употребляет его, Зная, что закон положен Не для праведника, Но для беззаконных И непокоривых, Несчестивых и грешников, Развратных и оскверненных, Для оскорбителей отца и матери, Для человека убийц, Для блудников, Мужеложников, Человека-хищников, Клеветников, Скотоложников, Житцов, Для твопреступников, И для всего, Что противно здравому учению, По славному благовестию Блаженного Бога, Которое мне верено. Евангелие от Иоанна, Глава 2, Стихи с 1 по 11. На третий день был брак В Кане Галилейской, И мать Иисуса была там. Был также зван Иисус И ученики Его на брак. И как не доставала вина, То матери Иисуса говорит ему, Вина нет у них. Иисус говорит ей, Что мне и тебе, Жена? Еще не пришел час мой, Матери Его сказала служителям, Что скажет он вам, То сделаете. Было же тут Шесть каменных водоносов, Стоявших по обычаю Очищение иудейского, Вмещавших по две Или по три меры. Иисус говорит им, Наполните сосуды водою. И наполнили их доверха. И говорит им, Теперь почерпните И несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель Отведал воды, Сделавшейся вином, А он не знал, Откуда это вино, Знали только служители, Почерпавшие воду. Тогда распорядитель Зовет жениха И говорит ему, Всякий человек Подает сперва Хорошее вино, А когда напьются, Тогда худшее, А ты хорошее вино Сберег доселе. Так положил Иисус Начало чудесам В Кане Галилейской И явил славу свою. И уверовали в него Ученики его. Святой Кирилл Александрийский Толкование на Евангелие От Иоанна Глава вторая Стихи с первого по четвертый На третий день был брак В Кане Галилейской, И Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус И ученики его на брак. И как не доставала вина, То Матерь Иисуса говорит ему, Вина нет у них. Благовременно приступает Наконец к началу знамений, Хотя, кажется, И не по своей воле Призывается к этому. На совершавшемся, Без сомнения, Вполне приличным образом Брачном торжестве Присутствовала Матерь Спасителя. Также и сам Он, Будучи позван, Пришел на это торжество С учениками своими, Более для чудотворения, Чем для пиршества. А еще и для того, Чтобы осветить Самое начало Человеческого бытия, Разумеем, По отношению к плоти. Кто возглавлял Саму природу человека И всю ее преобразовывал К лучшему, Тому надлежало Не только уже призванием К существованию Раздавать благословение, Но и еще только Имевшим родиться, Предуготовлять благодать И соделывать святым Их переход в бытие. Можешь присоединить сюда И третье основание. Ведь сказано было Жене от Бога, В болезни будешь Рождать детей. Разве поэтому Не надлежало Отстранить от нас И это самое проклятие? Или как в противном случае Можно бы было Избегнуть осужденного брака? Вот это и разрешил Человеколюбивый Спаситель. Своим присутствием Почтил брак тот, Кто есть радость И веселье всех, Дабы удалить Исконную скорбь Чедородия. Кто во Христе, Тот новая тварь. Древнее прошло, Говорит Павел, Теперь все новое. А приходит он на брак Вместе со своими учениками, Ибо любителям Созерцать чудеса Подобало присутствовать Причудотворце для того, Чтобы из совершаемого чудо Получить для своей веры Как бы некую пищу. Когда же у пировавших Оказался недостаток вина, То мать стала призывать Благого Господа К обычному ему Человеколюбию, Говоря, Вина не имеют. Таким образом, Побуждает его К чуду, Так как в его власти Было творить все, Что бы не восхотел. Глава 2, Рая, стих 4, Иисус говорит ей, Что мне и тебе, Жену, Еще не пришел Мой час. В этих словах Спаситель указывает Нам на то, Что не подобало Спешить в совершении Сего чуда И казаться как бы Самовольным чудотворцем, Но приступать к сему Только уже тогда, Когда призывают, Сообщая этим благодать Нужде, А отнюдь не зрителям. Да и получение желаемого Кажется более приятным, Когда оно дается Просящим не сразу И не без труда, Но когда Через небольшое замедление Вызывает тем Лучшую надежду. А кроме того, Христос показывает Через это И достопримечательное почтение, Подобающее от детей Родителям, Из уважения к матери, Приступая к совершению того, Чего совершать Еще не желал. Глава 2, Стих 5, Матерь его сказала Служителям, Что скажет он вам, То сделайте. Своим материнским влиянием Жена склонила Господа Как сына К совершению чуда. Сама начинает дело, Подготовляя служителей Торжества Исполнить то, Что повелит им Господь. Глава 2, Стихи с 7 по 10. Иисус говорит им, Наполните сосуды водою, И наполнили их до верха. И говорит им, Теперь почерпните и несите К распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель Отведал воды, Сделавшейся вином, А он не знал, Откуда это вино, Знали только служители, Почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет Жениха. И говорит ему, Всякий человек Подает сперва Хорошее вино, А когда напьются, Тогда худшее. А ты хорошее вино Сберег доселе. Слуги исполняют приказания, А вода, Неизреченную силу В это время Превращалась в вино. Может ли быть, Что трудное Для могущего все, Призывающее, Несуществующее К бытию, Может ли встретить Затруднение При преобразовании Уже сотворенного Во что бы он Не пожелал. Удивляются этому делу Как необычайному, Ибо иным И не могло быть то, Что совершено Христом. Распорядитель пира Порицает жениха За то, Что он тратит Лучшее вино При окончании пира. И небезосновательно, Как мне кажется, По отношению К историческому Смыслу повествования. Глава 2, Стих 11. Так положил Иисус Начало чудесам В Кане Галилейской И явил славу свою И уверовали в Него Ученики Его. Многое Вместе прекрасное Совершилось В этом одном И первом Знамении. Брак честный Освещался, Проклятие на жену Устранялось, Ибо уже Не в скорбях Будет рождать детей, Если Христос Благословил Самое начало Брак Нашего рождения. Подобно солнечному Лучу Воссияла Слава Спасителя И ученики от удивлений Природу человеческую, Заставить ее Чревоносить Духовные Семена Мудрости. Поэтому И человечество Справедливо Называется Невестой, А Спаситель И женихом. Причем Божественное Писание Употребляет Подобие От нас К уразумению Того, Что выше Нас. Празднуется Жебрак В третий День, То есть В последние Времена Настоящего Века, Ибо Число Три Указывает Нам На начало И середину И конец. Так ведь Измеряется Все время. Нечто Подобное Сему Кажется Сказано Одним Из святых Пророков. Он Уязвил И он Исцелит Нас. Оживит Нас Через Два Дня В третий День Восставит Нас. И мы Будем Жить Пред Лицем Его. И так Познаем, Будем Стремиться Познать Господа, Как Утренняя Заря Явление Его. Поразил Ради Нас Преступление Водами, Сказав, Прахом Был В прах И превратишься. Но Поразив Тлением И смертью, Он Снова Исцелил Нас Третий День, То есть Не в Первые И не В Средние, Но В Последние Времена, Когда Став Ради Нас Человеком, Явил Всю Природу Здравую, Воскресив Ее В Себе Самом Из Мертвых, Почему И Называется Начатком Усопших. И так Названием Третьего Дня, В Который Совершился Брак, Указует На Последнее Время. Обозначает И место, Говоря, Что В Кане Галилейской Это Было. И На Это Да Обратит Своё Внимание Любознательный. Не В Иерусалиме Совершается Торжество, Но Вне Иудеи Был Пир, В Стране Язычников, Которую Пророк Называет Галилеей Языческой. Для Всех, Конечно, Очевидно, Что Синагога Иудейская Отвергла Небесного Жениха, А Церковь Из Язычников, Напротив, Приняла Его И Очень Охотно. На Брак Спаситель Приходит Не Без Зова, Но Был Зван Многими Голосами Святых. Но У Пировавших Оказался Недостаток В Вине. Закон Ничего Не Довел До Совершенства. И Писание Моисеева Недостаточно Для Сообщения Полной Радости. Впрочем, И Мера Врожденной Трезвенности Не Справедливо Сказать, Что Вина Не И И Щедродатель Наш Бог Не Презирает Природу С Траждующую Недостатком Благ. Вино Нам Явил Лучшее Прежнего, Ибо Буква Убивает, А Дух Животворит. Закон Не Имел Совершенства В Благах, А Божественные Заповеди Евангельского Учения Приносят Полное Благословение. Распорядитель Пира Удивляется Новому Так и каждый, Думаю, Из тех, Кто Облечен Божественным Священнослужением И кому Вверен Дом Спасителя Нашего Христа Поражается Учением Его Превышающим Закон. Ему Распорядителю Первому Повелевает Христос Подать Вино, Потому Что По слову Павла Трудящемуся Земледельцу Первому Должно Вкусить От Плодов. И Слушатель Пусть Опять Уразумевает Что Говорю. Вelf Ворон Возвращение Взnan Евгfat Возвращение 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 Субтитры создавал DimaTorzok